Уважаемые коллеги, я знала, что времени не останется, поэтому я не стала умышленно говорить о том, что мы делали на школах диабета, ни в апреле, ни в сентябре, ни в августе, тем более, что представители эндокринологического научного центра у нас присутствовали. Я бы просто хотела быстро пробежаться по цифрам, то есть как мы начинали с нашими наставниками, с 11 человеками, так мы и сохраняем эту группу. Количество подопечных, как во всех округах, у нас растет, потому что растет заболеваемость, причем это в основном маленькие дети. Кроме того, я посмотрела уровень лекированного гемоглобина, мы можем видеть, что у наставников, скажем так, ухудшения не наступило, наверное, то, что мы и могли бы бояться. Что касается подопечных, то здесь тоже не очень значимое отличие в том плане, что это же впервые выявленный диабет, и, конечно, там уровень лекированного, естественно, был высоким. Что бы я хотела сказать? Сейчас они скажут сами, я считаю, что должны говорить родители, а не доктор. Я лишь хотела сказать, что мы, безусловно, будем продолжать, хотела бы я этого или нет, потому что так получилось, и что мы перешли на какой-то другой уровень встреч. Мы почему-то ушли из поликлиники, мы встречаемся в различных кулинарных заведениях Москвы, мы считаем там хлебные единицы, мы обсуждаем там различные проблемы, и сейчас они расскажут сами о том, как и что у нас происходит. Спасибо большое за внимание. В нашем округе, как и во многих других округах, был создан общий чат, где в основном освещаются организационные моменты, анонсируются наши встречи. И вот на одной из первых наших встреч был создан символ нашего округа, это дерево надежд, где каждый участник проекта в виде листочков изобразил свои надежды, чаяния, ожидания, то, что люди хотят получить от этого проекта. И в процессе создания этого дерева мы уже увидели с Анастасией Вячеславной, что у нас формируются пары и налаживается общение среди новичков и наставников. И было принято за модель общения на протяжении всего проекта общение именно в парах, не в общем чате, что помогло исключить небольшую путаницу в головах тех людей, которые только стартуют. Потому что, когда он задает вопрос, на него сыпется огромный шквал информации, советов. И мы это прекратили. Мы создали общение в парах. Но надо сказать, что это общение мы строго курировали. И я сама лично проводила опрос, какого рода рекомендации получают новички. Чтобы исключить рекомендации медицинского характера, с этим нужно обратиться строго к врачу. Ближе к осени мы смогли организовать еще одну встречу, на которой мы уже получили плоды нашего общения. И надо сказать, что кто-то получил именно поддержку, кто-то получил информационную больше поддержку, кто-то стал даже дружить, завязывать такие дружеские отношения, приобрел друга в рамках этого проекта. И также с наступлением осени наш чат активизировался, и только за последний месяц к нам добавилось порядка 10 семей, вновь выявленных, с просьбой о помощи. И уже вместе с нашим окружным эндокринологом мы стали формировать дальнейшие пары, где основным критерием был возраст детей в семьях с заболеванием, потому что родители детей одинакового возраста имеют, как правило, одинаковые проблемы, в частности сады, школы, подростковый возраст. И таким образом наши родители поняли, что они не одни с этим заболеванием, что их поддерживают такие же мамы, как мы, и наши доктора, и к ним не надо бояться обращаться, потому что этот страх порой присутствует, что мама плохая, если у нее что-то вдруг не получается. И хочется отметить, что в нашем округе есть ряд наставников, которые имеют не одну семью подопечную, а несколько семей. И вот одному из таких наставников я хочу передать слово. Здравствуйте, меня зовут Марина. Анастасия Вячеславовна предложила участвовать в этом проекте. Мы с удовольствием согласились. Мы, я говорю про нашу семью, потому что мы изначально тоже участвовали в таком роде проекте, как подопечные мы были. Мы участвовали в прошлом году, мы были подопечными, вся наша семья участвовала. Я поняла для себя в тот момент, насколько это важно, насколько важна вот эта поддержка, своевременные слова поддержки. Поэтому с удовольствием мы согласились. У меня две семьи, я наставник двух семей. Молодая семья, можно сказать, почему молодая, то они только заболели. А вторая семья, они болеют уже два года. Очень разные моменты, потому что первая семья, которые только заболели, они нуждаются в ежедневном поддержке, считать хлебные единицы, где-то подсказать, поддержать, почему ребенку плохо, почему у него нет настроения. Вот все эти моменты нужно было рассказать. А второй семье, у них уже опыт в этом есть, нужна была именно психологическая поддержка. Мы говорили с мамой о разных темах, просто как дела, как твоя девочка, как моя девочка. То есть общая тема, которая нам, вот мамочке, я так считаю, что помогла, именно психологически. С первой семьей состоялся такой момент, они пошли в первый класс, и для них, для мамы, было очень сложно понимать, как создать круг общения, или как создать дорогу ребенку, чтобы он попал в школу, и чтобы его все понимали, и чтобы знали, что это диабет, и как это все должны с ним обращаться. У нас же тоже был в свое время такой же момент, поэтому я по своему же опыту рассказала, как подойти к учителю, начиная с директора, к учителю, ко всем, ко всем, не боясь, без страха. Поэтому все прошло хорошо. Наш ребенок пошел в первый класс, слава Богу, все хорошо. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, да, да. Илья Юрьевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Она там дежурит. С ребенком. АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга Владимировна. АПЛОДИСМЕНТЫ Ирия Жак-Кирилл Леонидович. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас ведь еще есть книжки на замечательную межокружную группу. Судя по всему, ее единство придется подхватить. Можно несколько слов? Сейчас сразу. Я тебе, Александр Александрович. То есть округ садится. Да. То есть я одену.